С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте, как поживаете, как вы настроены новую неделю провести? Я уверен, что у вас хорошее настроение, а главное, благодаря нашей передаче, вы поймете, что в этой жизни есть чем заниматься, есть куда устремить свои силы и свои желания. У нас сегодня очень интересный гость, с которым мы будем говорить о том, как строить свою жизнь и как успеть в ней как можно больше. Вообще-то у меня, должен вам сказать, была мысль начинать передачу немножко по-другому. Дело в том, что наш гость, это Арина Лемензон, она израильтянка, поэтесса, израильтянка. И мне хотелось начинать вот такое, знаете, немножко поэтически, романтически. Все-таки не каждый день у нас поэтесса из Израиля бывает. Но сегодняшнее событие в Тель-Авиве, теракт, который произошел в Тель-Авиве, и то, что как бы вторглась не поэтическая сторона жизни, а вторглась реальная жизнь в нашу и передачу, и в то, что происходит в мире, сообщение из Тель-Авива. Поэтому невольно это и определит в какой-то степени направление нашей передачи. Хотя мы будем, конечно же, говорить о том, как человек в этой жизни пытается воплотить свою мечту и свои желания. Арина, скажите, пожалуйста, вот сегодня теракт в Тель-Авиве. Вот я сегодня позвонил, сразу когда я услышал об этом событии, несчастье, я позвонил сыну, он живет в Тель-Авиве у меня, и спросил, Ярослав, как дела? Что там у тебя? Он спросил, а в чем дело? Я говорю, как в чем дело? Сегодня был теракт. Он говорит, пап, у нас на дорогах гибнут намного больше. Это фон в Израиле, теракты всякие, чуть ли не каждый день мы об этом слышим. Это бравада молодого человека, 26-7-летнего, или это приспособление? Как вы относитесь, как вы считаете? Вы знаете, я шла на эту передачу с такой широченной улыбкой совершенно. Я не знала, не включала телевидение, дома у меня такого нет, но есть радио. Я не слушаю, я здесь в Америке около трех недель, я ни разу не слушала новости. Я звоню домой. И вот когда вы мне это сказали, и мы пытались с вами дозвониться моим детям, и это не получилось, по какой-то причине мы не успевали, сердце моё, конечно, упало. Я думаю, что ваш сын хочет вас успокоить, потому что к этому привыкнуть невозможно никогда. В авариях дорожных действительно гибнет много людей, но теракт – это что-то настолько несправедливое, настолько жестокое, настолько страшное, настолько, как продолжение холокаста, если хотите. У меня есть одно такое маленькое стихотворение, я его написала на иврите, но оно простое, нерифмованное, я его скажу. Оно кончается так. И моя страна, и моя маленькая страна для вас, как ещё один неубитый еврейский младенец. Мы знаем, что полтора миллиона погибло. Я приехала в Израиль в 1977 году, и мой сын учился во втором классе или в третьем классе тогда, и школа находилась около базарчика, базар наш прекрасный иерусалимский, Махана Иуда. И взрывы были там часто. И вот я, мы жили... В 1977 году? Да. И взрывы были часто? Всё время. То есть практически это как бы вся история, которая на ваших глазах? Сто лет террора. Это неправда, что террор начался только тогда, когда мы создали государство Израиль. Это было всегда. Когда приезжали первые первопроходцы, когда приезжали первые наши замечательные совершенно люди, чаще всего из России, начало века, когда они строили своё... На ничейной земле... Но всё равно не привыкли. Всё равно невозможно к этому привыкнуть. К этому нельзя привыкнуть, потому что это страшно. Как нельзя привыкнуть к катастрофе еврейского народа. Это просто продолжение катастрофы. Более того, я вам скажу, я считаю, что эти теракты направлены и против Америки, и против Европы, и против всей демократии нашего современного мира. Ну, скажем так, против вообще жизни, нормальной человеческой жизни. Но эта жизнь у нас сейчас делится на добро и зло. И зло оказывается почему-то очень часто сильнее, потому что демократия пока ещё, на мой взгляд, не научилась защищать себя. Хорошо. Но вы поэтесса. Вы переводчик, поэтесса. Вы... Ваша главная специальность – это стихи. Вы пишите стихи. Вы слышите о таком событии, трагическом. Как вы откликаетесь? У вас как бы останавливается желание заниматься поэзией. И вы не хотите ничего думать, ничего писать. Вы хотите уйти в себя и, я не знаю, думать только как бы о каких-то других... Или наоборот, это вас стимулирует к тому, чтобы что-то сказать, выразить себя, писать. Ни в коем случае я не ухожу. Потому что то, что я делаю, то, что я пишу – это всегда диалог, это контакт, как так называется ваша передача. Я, кстати, хочу вас очень поблагодарить, что вы пришли сегодня сюда с вашей температурой 38 градусов. Мы вечные, мы работаем. Меня это очень тронуло. И вы сказали, что это только вот для израильтянки вы могли это сделать. Меня это очень тронуло. Спасибо вам огромное. Израиль к этому относится спокойнее, скажу. Спасибо огромное. И у меня очень много стихов о сопротивлении, об умении выжить, когда почва под ногами плывёт и когда не за что держаться. И кроме того, у меня своя философия и своя теория. Когда происходит такая вещь, можно говорить, можно возмущаться, мы можем говорить с друзьями-единомышленниками. Я считаю, что надо просто что-то делать. Во-первых, делать своё дело, продолжать своё дело. Это прежде всего. Кто бы ты ни был, столер, техник, шофёр, врач, ты просто выходишь на работу и продолжаешь работать. Может быть, вот в том, что сказал ваш сын, тоже есть эта мысль прекрасная. Мы продолжаем. Вы нас не сможете никогда остановить. Сбить с дороги. Никогда. Это просто невозможно. Я думаю, что это самая большая храбрость и самая большая мудрость. А мне Бог вот иногда диктует что-то. Я написала много стихов о терроре, и много стихов о катастрофе еврейского народа, и много стихов о стремлении жить и выжить, и победить, если хотите. Вы могли бы что-нибудь для знакомства, какое-нибудь стихотворение прочитать, пожалуйста? Стихотворение называется «Моя земля», и я хочу уже выразить огромное соболезнование семьям погибших. Вы сказали, что погибло семь человек. И сколько раненых? Ну, говорят, там, более десятки. Десятки раненых. Мы не можем как бы... Память этих людей, потому что они своего рода герои. Они на передовой, они на фронте. А линия фронта, она проходит везде сейчас. Включая Нью-Черси, где мы находимся. Ах, какая земля живая, Жаркий воздух над ней течет, Туча легкая, дождевая, Что над нами совсем не в счет, И легко уплывает куда-то, Никому не поспеть за ним, По холмам своим, Рыжеватым, Золотой Иерусалим, Полетящей своей спирали, По своей стезе, По слезе, Над своей стеной печали, У которой мы плакали всем. Скажите, пожалуйста, вот у нас на столе много книг. Много книг. Вот это все книги. Вот я держу сейчас стопку и ищу книгу, которую вы... Они на разных языках. Это все... Да, я смотрю, русский язык. Это арабский, это перевод моих языков. Это и иврит. Это я написала. Это английский язык. Я написала по-английски. Это опять русский, это иврит. Вы пишете на разных языках? И вообще, откуда такая работоспособность? Они маленькие, горечка. Столько книг. Они маленькие, тоненькие. Расскажите, когда вообще вы начали писать? Как это все произошло? Это произошло... Я родилась под Москвой, я выросла в Екатеринбурге. Тогда это был Свердловск. Это был холодный, морозный, ледяной город со снегом, который через полчаса после того, как он выпадал в городе, он становился черным. Не от выхлопных газов, потому что машин не так много. От заводов, от труб этих. От труб, заводов, от всего этого. От жизни. Школа была довольно далеко. Я помню, что меня папа проводил в школу только в первый день. Потом я ходила одна. Но вот эта первая начальная школа, она была еще ничего. Она вроде как бы не вызывала. Я даже похвальную грамоту получила. Это было большое исключение. Но там я была самая маленькая в классе. И вот у Аллочки Розенберг, я помню, была красивая шубка. У меня что-то было такое ужасное. И у меня немножко косят глаза. Короче, у меня было много вот таких вот... И мама с папой все время были на работе. Было не до меня. Мама потом призналась, что она никогда не помнила, в каком классе. Честно, что работали очень много и тяжело. И поэтому, и да, я любила книги. Я не знаю, откуда мне это пришло. Я помню, как... Помните, была такая книжка замечательная, «Детство Тёмы», да? Да. Я ее читала, я ее держала вверх тормашками. Я не знала, что это детство. Я взяла эту книжку, я ее держала вверх тормашками. Я ужасно почему-то любила. Может быть, от того, что не было ничего вокруг больше. И вот так началось книги. Потом я ела снег в более старших классах, чтобы у меня была ангина, чтобы не ходить в школу, а найти ключ от нашего книжного шкафа, который мама прятала, зная все это, и достать Бальзака, или Стендаль, или Мапасана, или Толстого, или Фихтлангера. Вы помните все эти томики? Красные, синие и так далее. Зеленый. Зеленый, по-моему, серый. Не, не помню. Зеленый был Бальзак. А Фихтлангер был точно красный. Красный, да. Такой кирпич. И вот книги, и тогда я начала, значит, если я люблю читать, значит, я как бы хочу писать тоже. Я очень хотела писать. Я начала писать в четвертом классе, как я помню, 10 лет. По-моему, это что-то было об осени. Потом я тихонько продолжала. Никто этим не интересовался. Моих родителей абсолютно нет. И так, да. Они не имели отношения, они к литературу. Папа инженер, мама экономист, мама выросла сиротой. Она очень была скромнейший человек. Потом как-то я нашла такую тетрадочку, где были мамины стихи. Она никогда в этом не говорила. А вы знаете, что происходит в 16 лет? Разве там до маминых стихов? Там первая любовь, там и так далее. Танцы, там вечера, где тебя никто не приглашает танцевать. Хотя вот такая была вроде бы красивая девочка, но была уверена, что некрасивая. Я потом написала такой афоризм. А где моя книжка афоризма? Я ее забыла положить. Есть книжка афоризма. Значит, еще есть у нас много еще есть. Между быть красивой и чувствовать себя красивой второе гораздо важнее. Вот там я не чувствовала. Я стала писать. И до 18 лет я писала очень плохие, слабые, очень-очень-очень ужасные стихи. Мое первое стихотворение напечатали в Сочинской газете. Почему в Сочинской? Потому что я провалила два экзамена на тест от зрелости. И моя дорогая мама, вместо того, чтобы ругать меня или как-то огорчаться, она купила мне первый раз в жизни билет и отправила меня в Сочи отдохнуть. Я падала в обморок. Я очень боялась экзаменов. И вот там вдруг, вы знаете, я думаю, там началась, может быть, моя дорога в Израиль. Потому что там было солнце, там было море, там была эта радость невероятная. Я написала какое-то стихотворение про холод, с одной стороны, про солнце, с другой стороны. Я пришла в Сочинскую газету, появилась какая-то храбрость. И редактор мне сказал, если ты не со стихами, редактор стихотворного отдела, если ты не со стихами, сказал он, проходи. Но я была со стихами. И он все-таки напечатала. Это было очень плохое стихотворение. Плохое? Плохое, плохо написанное. Но потом я встретила очень рано, это мое большое-большое счастье, своего мужа, который стал для меня поэтом Александра Валовика Свердловски. Он был уже известный поэт. И автор песен, которые пели, и автор книги. И самое главное, он стал моим другом, он стал моим любимым, он стал моим мужем, он стал моим учителем, гуру, если хотите. Как он это делал, это до сих пор для меня загадка. Он не говорил, вот тут надо вот так написать. Или он не говорил, что вот это вот плохо и вообще-то... Он говорил, он каким-то образом дал мне веру в себя. Причем это все очень ненавязчиво. И потом он стал приносить... Мы встретились, и мы не расставались больше уже ни разу. Это было с первого взгляда. Сама свадьба произошла через год, но мы не расставались уже. Это было что-то поразительное. И он стал приносить в дом книги. Я помню, Борис Корнилов и Николай Тихонов. И то, что можно было достать из Мандрештама и Ахматова и Пастанак. Это все стало приходить в дом. До этого у меня был так Тевтушенко, Вознесенский немножко. Вот это то, что он сделал. Переводная поэзия. И это длилось всю нашу с ним жизнь. И так, и так, и так получилось. И вот вы себя увидели, что ваше будущее это поэзия. Вы можете быть поэтессой, и можно на это жить. Вы знаете, вы очень хороший вопрос мне задали. Я к этому ремеслу отношусь спокойно. Я не считаю, что мне полагаются какие-то особые отношения, особые условия жизни. Я считаю, что если я пишу стихи, и мои книжки покупают или не покупают, то так мне как бы и надо. То есть вас это не волнует, что вы заходите, например, в магазин, и там стоит стопка книг. И очередь не стоит за вашими книгами. Вы знаете, в моих книг в магазинах нет ни в одном магазине мира, кроме одного. Они сейчас появятся в Америке, в Филадельфии, в чудесном магазине Юрия Книжникова, где я выступала недавно. А вот почему них нет в магазинах? Почему нет? Мы говорим свободно, да? Спокойно, да? Один на один, нас никто не слышит. Потому что огромный процент берут владельцы магазина, и огромный процент берут распространители. И потом ты не находишь ни книг, ни денег. А потом очень странно, я ужасно люблю видеть своих читателей. Вот когда я выступаю, ко мне приходят и приобретают эти книги, или звонят, или пишут, и я высылаю. Но вы, наверное, богатый человек. Я счастлива. Я преподаю. Я не видел, что вы, правда, приехали на Мерседесе. Меня пригласили мои друзья. Я не могла бы, наверное, сама приехать. Меня пригласили мои друзья. То есть, все-таки поэзия вас не делает богатым человеком? А, нет, абсолютно нет. Но она меня делает счастливым человеком. И она мне дает ту силу, и то здоровье, и то благо, которое нельзя купить ни за какие деньги. Вы только пишете стихи, или вы, может быть, рисуете, или вы пишете прозу? Нет, нет, все. Прозу, да. Я недавно в своих папках обнаружила около ста коротких рассказов. Я собираюсь с этим что-то сделать. Я писала из всех. Ваших ста рассказов, которые вы забыли? Я их написала и отложила в сторону. Просто не доходят до всего руки. Я перевела очень много стихов с иврита. Около 500 стихов. Они тоже ждут своего часа. Я писала из, когда меня вот так вот очень брало за сердце, например, одно из, две вещи, которыми я, три, которыми я довольна более-менее, потому что я это сделала одна, о прекрасном альманахе, который издается, опять же, в Америке, в Филадельфии. У меня очень многое связывает с этой страной. Это альманах русской поэзии в зарубежье, который вот уже много-много лет, в этом году будет 30-летие журнала, издает Валентина Сенкевич. Может быть, вы слышали о ней. Блистательный поэт и мой друг. Но подготовить такое количество книг, это тоже, в общем-то, требует и времени, и организации. Вы организованный человек? Абсолютно нет. А как же вы организовали такое количество всяких книг? Ну, я упрямый человек. Я в папу. Он поступал в Ленинградский политехнический институт. Он из Белоруссии, мама из Белоруссии, из Орши. И он 8 лет подряд поступал в Ленинградский политехнический институт. Его не принимали, потому что происхождение было непролетарское. И я упрямая. Восемь лет. Но он поступил в конечный метод? В конечный метод, да. Поступил и кончил. На Столивар. Это как вот для вас был какой-то пример? Абсолютно точно. Вы знали эту историю? Вы к ней относились как бы для себя каким-то таким, я не знаю, эталоном. Вот так надо в этой жизни действовать? Мои родители никогда не объясняли мне, что хорошо и что плохо. Они никогда не говорили, вот надо делать так. Но они жили так, что я взяла у мамы огромную доброту, огромную любовь к людям. То есть я надеюсь, что мне это передалось. Я хотела бы этого. И она блистательно принимала людей. Это я не умею. Она вот стол, вот там пирог. У меня Саша был прекрасный муж, он мне прощал все это. Мы еще поговорим о Саше. Скажите, а вот вы знаете иврит? Вот сколько лет вы в Израиле? Да. 3818. Так же, как ваши дети. Мы все там 3000 вместе с пророком, вместе с нашим праотцом Авраамом. То есть вы считаете, что вы тогда пришли, но просто... Только так. А вы в Египет заходили потом тоже? Это не важно, что было. Или вы были из тех, которые оставались в Израиле, когда все чаще в Египте? Я думаю, что я из тех. Но нет, я была, наверное, в Египте, потому что говорят, что я похожа на нефертити немножко. Мы сейчас с вами ведь живем внутри Песоха, поэтому это как бы очень актуально. Но иврит, я понимаю, что многие приезжающие в Израиль, им говорят, иврит надо вспомнить, его не надо учить, его вспомнить. Вы вспомнили, да? Я могу добавить. Вы мгновенно вспомнили его? Нет, я могу добавить. Вспомнить, конечно, он где-то у нас абсолютно точно. Он родной, невероятно, но надо его еще попробовать полюбить. Это очень легко, потому что он музыкальный. А как это попробовать полюбить? Слушать очень просто. Слушать музыкальные стихи, красивые. Слушать Библию в тонах, так, как это написано. Баришит, вора, герои, ваталет. А вот вы говорите, попробовать полюбить. Как вы думаете, можно попробовать полюбить все, что угодно? Нет, все, что угодно. Не надо любить. Не, ну, хорошее. Я имею в виду настроиться, попробовать, и можно полюбить. Не можно, а нужно. То есть, если человек себя настроит, он может полюбить. Это очень удивительная наука. Я так благодарна вам за это. Я никогда об этом не думала. Можно, да, можно. Настроиться на любовь, да? Да, только. У меня есть такой еще один афоризм. Особенно надо любить тех, я не говорю о злодеях и террористах. Особенно надо любить тех, кто этого не заслуживает. Да. Ну, просто у нас герои. Если хотите, есть одно стихотворение, вот оно из этой ивритской книги. Да, пожалуйста. Хотите на двух азахах? Ну, как вам удобно. Или перевод, или только на русском. Давайте перевод просто, чтобы наши... Посеешь любовь, посеешь любовь, пожнешь зависть. Посеешь зависть, пожнешь гнев. Посеешь гнев, пожнешь ненависть. Посеешь ненависть, пожнешь смерть. Посеешь любовь, посеешь любовь, посеешь любовь. Посеешь любовь. Ну, хорошо, но у вас, я вижу, и на арабском, вы тоже прониклись к этому языку? Книга переведена на арабский язык Севрита. Перевел ее профессор, преподаватель Хаевского университета Махмуд Абаси. И я долго не знала, какие стихи он выбрал. Оказалось, что здесь есть очень много стихов о катастрофе, о репатриации, о моих еврейских корнях. Давайте разберемся. Я не каждый день встречаю поэтесс, у которых арабский автор взял Севрита и перевел на арабский язык. Я вам честно должен сказать, что это довольно редкий в моей практике случай. Почему он это сделал? Мне кажется, ему немножко понравилась я. Мы встретились на какой-то конференции. И он сказал, пришли мне твои стихи, я их переведу. То есть до того, как он их читал, он предложил, что он их переведет. Я, конечно, не послала, потому что вот это вопрос об организации. Вот в этом я неорганизованный человек. Но есть в Израиле такой замечательный профессор, профессор фольклора и литературы, лауреат премии Израиля Довной, может быть, вы слышали. И когда он узнал, что я видела Махмуда Абаси, что он хочет перевести, что я не послала, он просто отобрал у меня. Мои первые стихи были переведены на иврит. И здесь нет этих книг. И он просто отобрал у меня эти книги и послал Махмуда. И он сел и просто все перевел почти подряд. Там много стихов о катастрофе. Погоня, например, или корни. А не боялся он араб? Это израильский араб. Ну и что? Не могло у него быть неприятностей в связи с изданием на арабском языке как бы про израильских стихов, про еврейских? Как видите, он сделал это. Одно время он даже был нашим консулом в Америке. И есть, во-первых, у нас друзы. Они тоже арабы, у них только другая религия. Друзы, которые сионисты, которые служат в армии. Один из них Наим Араэди, которого я перевожу сейчас на русский язык. И который написал диссертацию, если это вам о чем-то говорит, о поэте, которого звали Урицви Гринберг. Один из самых национальных поэтов, который считает, что мы должны вернуть себе храмовую гору, например, и построить третий храм. А в каком аспекте он пишет о нем работу? Что это был националист? Ведь всегда можно сделать какой-нибудь аспект такой, чтобы, может быть, очень... Гениальный поэт был Урицви Гринберг. Гениальный. Невероятная сила. Я думаю, что он, конечно, сосредоточился на его творчестве литературном, но Урицви Гринберга нельзя разделить. Он такое одно целое, что почти каждый его стих об этом. О гордости еврейского народа, о неприятии зла, которое идет против нас, о сопротивлении, о нашем праве на эту землю. Ну, а вот на английском языке это вы писали или это опять кто-то перевел? Это я написала. Вы сами пили? Вы знаете хорошо английский язык? Я преподаю английский. А, вы преподаете английский язык? Вы приехали с этим в Израиль уже, да? Да, я кончила Свердловский умиаз. И у меня... Я готовила... Я работала в школе, которая готовит экстерн, которая готовит взрослых людей на сдачу экзамена теста зрелости. Но однажды мне дали класс начинающих женщин после 60 лет, которые вырастили уже своих 10 детей, никогда ничему не учились, тем более английскому. И они из Туниса, из Марокко. Я зашла в класс, это была любовь с первого взгляда. Мы влюбились друг в друга. Вы знаете, это очень теплый народ. Они меня учили готовить. А я их учила, как делать так, чтобы муж сделал все, что мы хотим и при этом не ссориться с собой. Ну, давайте два вопроса тогда. Первое. Вы научились готовить? Немножко лучше. Манжадеру. Вот мне вот интересно. Поэтессы, они готовят вообще? Ну, вот я стараюсь. Я очень пытаюсь. Я делаю иногда что-то. И второй вопрос. А они научились английскому языку? Вот я для них написала эту книжечку. Я пошла искать для них легкий учебник, не нашла. Но они научились говорить себе на английском языке. Я красивая, я молодая, я здоровая. Они научились говорить комплименты мужу. Это много, я считаю. Это вы специально, что ли, делали психологический тренинг, что ли? Да, на английском языке. Что это такое? Это было английский язык для тренинга. Но им было очень приятно. Мы все веселились в это. Это был просто сплошной кайф. Я думаю, учить надо так, с удовольствием. Иначе это невозможно. И так вы везде так учите? Вы везде людей учите? Первые фразы на языке, как любить, как относиться к друзьям? Я никого не учу. Я просто пишу то, что я сделал, то, что я делал. Пишу о том, что я решила, что хорошо для меня. Может быть, это хорошо для других людей. И вы продолжаете сейчас заниматься преподавательской деятельностью? Сейчас меньше гораздо, потому что эти мои 20 книг, Сашины 20 книг. 20 книг. Ну, маленьких. Очень маленьких. Но все равно звучит 20 книг. Очень маленьких. И 15 готовых других, которые надо издать. И антология нашей эвритской поэзии, которая готова, но ее невозможно издать, потому что деньги, силы, время. Но я постараюсь. Это как бы Саша на языке. И 10 рукописей, которые Саша оставил. Это все мне надо сделать. Я не знаю, как. Честно, я не знаю. А как вы вообще время находите? Вы пишете как? 28. Всего 28. И кроме того, я веду проект добровольческий. Абсолютно неденежный. Я веду проект практически с первого дня после того, как я приехала в Израиль. Иврит через поэзию. Я пытаюсь показать красоту иврита через великую поэзию, которая написана на иврите. Иногда я пользуюсь своими стихами. Давайте англостихторим на иврите. Маленькая. Иврит. Хотите? Да, конечно. Она называется иврит. Уляй. Короткое. Пять слов. Уляй лё сфат ими, ах сфат ами, хи эцем мяцми, хи сфах дами. А перевод очень простой. Иврит. Он стал родным, и в этом торжество. Ведь он язык народа моего. Он суть от сути, верный знак любви. Он смысл письма. Он у меня в крови. Хотите теперь про русские стихотворения? Ну давайте, сейчас я вам, а то у нас впереди много еще надо успеть. У меня есть такое чудесное стихотворение. Такой гимн русскому языку. Ну, вы видите, что такое моя организованность? Я не помню. В основном стихотворении все это... Ну давайте я в честь Пасхи прочитаю стихотворение, которое называется «Соломей». Давайте. Договорились? Это любовное стихотворение для всех наших чудесных слушателей. И для вас, конечно. Спасибо. Соломейф. Но ты позвал, и я отозвалась, струится серебро над черной почвой. Любовь слепит и лепит нас из нас, отпаивая влагой у молочной. Но ты позвал, и я к тебе пришла. Так из ручья спешат напиться кони. Какая влага теплая текла, тебя пою и пью с твоей ладони. О, эта тяжесть, этот сладкий груз плодов созревших и волны ленивой. Но ты пришел, и я к тебе тянусь, и сонный ветер кружит надоливой. Прекрасно. Я понимаю так, что, в общем-то, это перекликается и с вашим отношением к вашему мужу. Конечно. Да. Конечно. Которого звали? Александр Воловик. Александр Воловик. Один из очень особенных поэтов. И вот мы как раз после небольшого перерыва, мы с вами начнем разговор о том человеке, который жил рядом с вами, и которому вы сказали, что есть такие проекты, которые он как бы просил или вам передал, и вы пытаетесь эти проекты воплотить в жизнь, как продолжение памяти и жизни с ним. Правильно? Абсолютно точно. Уважаемые телезрители, мы сделаем небольшой сейчас перерыв, а потом, конечно же, будем вести дальше разговор о поэзии, о Израиле, о том, как в этой жизни и себя найти, и людям, которые рядом с тобой, тоже помочь. Итак, небольшой перерыв. Ледовая симфония. Symphony on Ice. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, Кристина Арбакайте, Олимпийские чемпионы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Олимпийская чемпионка Оксана Баюл, Игорь Николаев, Юлия Адертас и Сергей Славнов, Валерия и Альбама. 13 мая в Атлантик-Сити и 14 мая в Лос-Анджелесе. Билеты в Типетмастере, на сети интернет, а также во всех театральных кассах. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу, передачу «Контакт по понедельник». У нас Рина Левинзон, поэтесса, переводчица, приятная женщина, живущая в Израиле, с которой просто интересно говорить, потому что она часть вот этой израильской культуры, часть той жизни, которая сегодня происходит в Израиле. Да, там есть теракты, но там есть и Песах, там есть поэзия, там есть прекрасные места, связанные с историей еврейского народа, вообще истории человечества. Мы не будем говорить о том, что как бы евреи, евреи. Нет, Израиль – это, в общем-то, родина всего человечества, и человечество это понимает. Но в любом случае, Рина, скажите, пожалуйста, вот одна стопка книг – это ваши книги, вторая стопка книг – это книги вашего мужа. Кстати, я хочу сказать, уважаемые телезрители, еще маленькая деталь. Сейчас мы покажем на экране вам номера телефонов. Я не хочу узурпировать мою гостью Рину, я не хочу узурпировать время и не дать вам тоже с ней поговорить. Поэтому, пожалуйста, номер телефона на экране, который вам говорит, звоните, участвуйте и будьте с нами вместе в студии. Итак, Рина, вот стопка книг Александр Воловик – это ваш муж. Он сейчас как бы ушел, да, ушел в другой мир, правильно? Но вы настолько тепло и постоянно говорите о нем. Он присутствует в вашей жизни. Беспрерывно, конечно. То есть это не так просто, потому что, с одной стороны, у меня есть такое стихотворение его памяти, которое заканчивается так – «И полон дом отсутствием твоим». То есть он в книгах, он память, он все, что он мне говорил, я все время думаю, чтобы сказал Саша, как бы он на это среагировал. Но его нет. Когда мне было грустно, я приходила домой, я говорила, Саша, обними меня, мне грустно. Это кончилось. Я вам понимал это. Конечно. Но это кончилось. Этого нет. Я плачу в одиночестве, я смеюсь без него. Я не могу сказать, что в одиночестве. У меня очень много друзей, очень много людей, которые… Дети мои, конечно, наши. И все это есть. Но вот этого ощущения такой круглой защиты, постоянной защиты, постоянного приятия, восхищения, доброты – это исчезло, ушло. Иногда он посылает мне ангелов, Саша. Иногда я встречаю людей, которые его знали и любили. И эти люди становятся моими друзьями, помогают мне. Это очень все непросто. Но очень много, очень много… Это для меня была, конечно же, трагедия. Абсолютно точная. Хорошо, мы продолжим этот разговор. Но у нас уже есть звонок. И давайте дадим возможность человеку сказать. Итак, Петр, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Петр, вы с нами в студии. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарен вам, Борис, что вы пригласили прекрасного поэта Рину Левензон. Я просто люблю этого поэта, этого прекрасного человека. А вы знали ее раньше? Я никогда ее не видел прежде. Ага. Я видел ее только на встрече неделю назад в Бенсенхерсте. И я хотел бы короткое стихотворение прочитать, посвященное этому человеку. А, вы тоже написали ей стихотворение, посвященное? Да. Потрясающе. Петр, вы молодец. Вы мне нравитесь. Спасибо. Давайте. Здравствуйте. 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 Рина Левензон. Поэтический весон, где живут любимых лица. Здравствуй, ночь Иерусалима, веточка литой оливы, чарование очей святает. И начинается молитва. Здравствуй, дочь Иерусалима, красота души твоей святая. Я могу спросить что-то? Да, конечно. Благодарен вам. Петр, одну секунду. У Рины есть вопрос к вам. Петя, во-первых, это прекрасное стихотворение совершенно. Замечательно написанное, прекрасное. Вы очень многое угадали, и для меня это загадка, как это получилось. Скажите мне только одну вещь. Когда вы писали о девочке из Амстердама, вы знали, что у меня стихотворение такое, Анна Франк? Нет, я... Это невероятно. Я же вам... Рина, я никогда не знал ваших стихов. Это невероятно. Я никогда вас... Я вас никогда не видел. Я просто... Страницы в прекрасном сборнике, который издал Черняховский, великолепный сборник поэтов, я встретил там ваши стихи. Сборник называется «Нам не дано предугадать». Марк Черняховский, издатель этого политического сборника, сделал большое дело, он меня познакомил с вами, прочитав ваши стихи, и меня пригласили на вашу встречу. Я не мог прийти прежде, потому что был шаббат. Это была пятница, я не мог прийти, и вот это напряжение вызвало эти стихи. И это просто так получилось. Это бывает такое совпадение, когда получается стихи. Хорошо, Петр, большое спасибо, очень трогательный ваш звонок, очень трогателен. Спасибо вам, Борис, за все, что вы делаете для всех нас. Спасибо. И вот как раз это принцип нашей передачи, контакт. У нас происходит контакт. А нельзя к вам раз в два месяца хотя бы? Нет, два месяца нельзя. У нас на год. Но со мной вам повезло, потому что я так далеко, что даже если вы мне разрешите, это будет невозможно. Давайте мы еще послушаем. У нас есть Туня из Чикаго. Пожалуйста. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Я слушаю. Большое вам спасибо, дорогой, за то, что вы пригласили такого прекрасного человека к вам в студию. Это к вам тоже, да? Я впервые встретила стихотворение Ирины Левинзон «Корни». И я в нее влюбилась, и в это стихотворение влюбилась. Это стихотворение так мне близко, потому что все это, что случилось как бы с ней, это тоже произошло и со мной, и тоже такое же чувство. Что, я тоже, может, она и не из местечка, это художественный образ, но я именно из такого местечка. Хорошо. Я это стихотворение полюбила, я полюбила. Сейчас мы попросим Рину такое стихотворение. Вот я пытаюсь найти какие-то ее стихотворения, но я нигде их не встречала. Сейчас мы подумаем, что ответить вам. Хорошо. Я только хочу узнать, откуда у него есть стихотворение. Пожалуйста. Откуда у вас это стихотворение, Тони? Где вы его видели, это стихотворение? Я видела это в газете «Русское слово». Я его выписала оттуда, я его передала всем. Сейчас мы попросим Рину, чтобы она нам прочитала. Огромное спасибо. Она поэтесса родная. Спасибо. Я читаю для вас и для всех. Послушаем давайте. Искала корни в дедовской земле, там, где трава звенит легко и вольно. Я шла по ней, и было очень больно, Как будто я шагала по золе. Кривые переулочки квартала, Где было гетто и средь бела дня, Там в яме для расстрела погибала Вся мамина и папина родня. По улочкам, летящим вверх и вниз, В том городке, как долго я ходила. И вот уж звезды первые зажглись, Искала корни, а нашла могилы. Спасибо вам огромное. Арина, скажите, пожалуйста, вот есть несколько звонков, которые спрашивают, а как вообще, где находить ваши книги? У меня есть адрес в Израиле, можно прислать чек, и я вышлю книгу. Сказать адрес можно? Мы подумаем, мы подумаем. Дело в том, что у нас, в принципе, не рекламная передача, и мы это не делаем. Но это не реклама. А скажите, а вот, может быть, просто дадим интернетовский адрес какой-то. А, этому... Вы подумайте, я просто потом продикую его. И мейл, можно? Да, и они пусть уже общаются, потому что чеки мы не принимаем. Да, кто у нас на линии? Следующий. Алло? Да. Женя, город Нью-Йорк, здравствуйте, вы с нами в студии. Пожалуйста, я могу говорить? Да, вы уже говорите. Здравствуйте, спасибо вам, Борис Стенсер, за возможность еще раз увидеть и услышать нашу дорогую Ириночку Левинзон. Окей. Это говорит Женя Лебедев. Ириночка, привет. Женя Лебедев. Здравствуйте, Женя. Я читаю свое, но шуточное стихотворение. Давайте все вместе посмеемся. Мне приснился страшный сон. Вокруг меня сплошной озон. Оказалось, что озон – это Ирино Левинзон. И вот ее присутствие сейчас здесь дает нам возможность еще раз, еще раз и еще раз услышать нашу дорогую гостю. А это я не понял. Это было стихотворение Женина или ваше? Нет, это было стихотворение Леона Шмульского. А, Шмульского. Это мой прелестный друг, израильский поэт очень прекрасный. Он пишет такую ироническую поэзию. Мне приснился страшный сон. Та-та-та-та-та. Оказалось, что озон – это Ирино Левинзон. Прекрасно. Окей. Спасибо, Женечка. А у нас уже Юлий из Вашингтона. Здравствуйте, Юлия. Вы с нами в студии. Здравствуйте. Я звоню из Вашингтона. У меня музей русской поэзии. Где есть книжки Ирины Левинзон и есть отдел русской поэзии в переводе на еврит. Если вы будете в Вашингтоне, я хотел вам мой музей показать. Я недавно был в Израиле, выступал и тоже о вас много слышал. А скажите, Юлия, у Вас есть тоже, может быть, интернетовский адрес, где может Ирина познакомиться и написать Вам? У меня есть веб-сайт. Пожалуйста, www.museum.in.in. Зислин.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in Вот пригласить вас, например, в студию Вас можно пригласить в студию? Я сотрудничаю много лет с Ильей Граковским А, понятно, ну тогда все нормально Тогда вы при деле Здравствуйте, большое спасибо, Юли Спасибо огромное Спасибо Может быть мы дадим мой тогда сайт? Да, пожалуйста, можете продиктуйте И в сайте есть мой телефон Да, это самый лучший вариант www Понятно, это естественно И дальше Рина Левинзон Прямо Рина Левинзон, одно слово Ну, смотрите С буквой Z Левинзон, окей И дальше Точка Ком Ком Смотрите, как все просто И есть мой телефон в Нью-Йорксе Нет, ну там, нет Мы эти телефоны давать не будем А вот по этому адресу люди могут войти Да, ну и дальше что? И найти вас, найти там есть какой-нибудь телефон Там есть какой-нибудь координаты Мой израильский телефон Ну, будет с вами связываться Да? Будет с вами решать, да Замечательно Договорились Я напоминаю, то есть повторяю Что веб-сайт, на котором можно посмотреть стихотворение Рина Левинзон И, в общем-то, высказать все, что вы о ней думаете Это, естественно, www Рина Левинзон Через З Доткам Точка Ком Пожалуйста Смотрите Читайте Наслаждайтесь И общайтесь с Риной А пока у нас есть тоже возможность С вами И с Риной общаться У нас Берта Из Нью-Йорка Здравствуйте, Берта Вы с нами в студии Алло Алло Да, Берта Вы с нами в студии Как поживаете? Мне Ага Я хочу сказать два слова Риночке Меня зовут Берта Рина Да, да, да Говорите дальше Да, здравствуйте Здравствуйте Риночка Я счастлива, что мне судьба Дала возможность продолжения Левинзонов Ты такая умница Из всех Левинзонов Умных людей всех Твоего отца Твою мать Твоего дядя Боря Твоя бабушка и дедушка Которых я знала Я счастлива, что я с тобой опять встречалась Я еще тебе позвоню в Росаре Спасибо Спасибо, дорогая Верта Скажите, а вот Левинзон Это что, такая распространенная фамилия? Левинзон это фамилия моего папы Я не поменяла фамилию, когда выходила замуж Хотя Она, эта фамилия меня очень пугала в детстве Она была очень Очень страшная В смысле Она грозила неприятности Она мешала Не то, чтобы Она, я боялась Но я никогда ее не меняла Вот Левинзон То есть я не поменяла ее, когда вышла замуж Понятно Хотя Хотя Какую-то часть стихов Я напечатала под псевдонимом Потому что тогда Сашу выгнали с работы И надо было на что-то жить Понятно У нас на линии София Балтимор Здравствуйте, София Вы с нами в студии Алло, София Здравствуйте, Борис Здравствуйте, дорогая гость Ириночка Здравствуйте Спасибо вам большое за такую гостью И без замечательной передачи Но Сегодня я к вам немножко в претензии Не у всех есть доступ к интернету Простите меня великодушно Почему вы не хотите нам дать Ирине телефон Мы хотим ее книги Мы хотим ее сборники Телефон здесь Вы себе одолжение В виде исключения Понимаете, в чем дело Да София Я с удовольствием бы это сделал Я очень хорошо отношусь к Рине Я понимаю, что она поэтесса И поэтессам надо помогать А электронную почту можно дать? Потому что я не очень умею пользоваться этим сайтом Но я хочу сказать, что мы не имеем права А электронную почту? Это же стандарт, который мы живем Я понимаю, а электронную почту? Почту можете, да О, электронная почта Это будет все прекрасно Пожалуйста Рина Левинзон Опять же одно слово с буквой Z Понятно Собака Так, или коржик, или бублик Да, мы называем собака Да Или крухит, но и в рите собака Потом Hotmail Одно слово, горячая почта Hotmail.com Понятно Вот я очень вам за это благодарна Я хочу сказать, что У тех людей, у кого нет вот прямо дома Нету своего интернета У них наверняка есть дети Наверняка есть внуки Я не умею пользоваться своим сайтом Я не знаю, что там происходит Я просто говорю, что Вот человек позвонил и говорит, что у него как бы нет интернета Смотрите Есть внуки Есть дети И надо пользоваться не интернетом Надо пользоваться детьми И внуками Я так думаю Им некогда Им надо ничего Пусть они чувствуют, что надо помогать своим родителям Надо помогать своим дедушкам, бабушкам И даже так получается больше контакт А так с одной стороны вроде бы дети живут своей жизнью А дедушки, бабушки и родители другой Это замечательно Так вот мы заговорили о корнях Вот сейчас мы тоже говорим дедушки, бабушки, родители Скажите, пожалуйста, а вы знаете свои корни? Вы знаете Все ваши вопросы совершенно прекрасны А я готовился? Совершенно прекрасны Я начну с мамы Эсфирь Абрамовна Гуревич Вот так она прожила с этим именем, с этим отчеством С этой память Эсфирь Абрамовна Гуревич И так я приехала в Израиль, зная А как люди выговаривали это? Она была простым бухгалтером Одно дело, когда Мадонна берет Эсфирь А вот как ваша мама? Это чистый героизм Мама моя спасла из рук НКВД тогдашнего своего молодого брата Мама моя переписывалась со мной И через нее переписывались еще много евреев, когда это было опасно А когда вы уже были в Израиле? Когда мы уже были в Израиле Мама моя и папа, когда мы уехали, вели у себя кружок еврейской истории При помощи Леву Фишера и Володи Ельчина Которых потом посадили И мама с ними переписывалась Вот это моя мама храбрая Теперь То есть у нее внутри было ощущение, что она часть вот какой-то такой длинной цепочки истории народа Ничего подобного, она ничего не знала Почему она такая героиня вдруг? Я думаю, что было в моих родителях то, что передалось мне почти подсознательное ощущение гордости и силы какой-то, которая дается нам, не знаю, от наших предков, я думаю Послушайте историю маминой фамилии Гуревич, да? В Израиле есть товарищество горовцев Все горовцы, гуры, гурвичи и гуревичи Горовцы, это фамилия, горовец Горовец, гур, гуревич, гурвич Это одна семья Какая семья? Мы выходцы из Испании То есть не выходцы, а нас изгнали Мы изгнанники из Испании В Испании была А как вы узнали об этом? Это известно Это просто проделанное исследование Есть научное изыскание Я получила это все готово Вы обратились в какой? Я никуда не обращалась Я пришла В Телеви есть музей, да? Меня пригласили в это товарищество горовцев Это целая огромная семья Все знаменитые гуревичи, гурвичи и так далее Незнаменитые тоже Все там, все одна большая семья И там я услышала эту историю А их звали Галеви Всех, ни больше, ни меньше Галеви И когда они шли из Испании Одни пошли туда, другие сюда Эти, эти Галеви пошли и дошли до Чехии А в Чехии есть городок маленький По имени Горовец И они все приняли эту фамилию И они все одна семья То есть вот так я проследила свое Генеалогию от испанского изгнания От этого, как я говорила Мы все из Вавилона, Урказдим, Ирак Понятно А папа у вас? А папа Левензон С папиной фамилией очень непонятно Потому что однажды То ли мне это приснилось, то ли что-то Дедушка мой с маминой стороны Брат моего дедушки вдруг сказал мне А ты знаешь, что настоящая фамилия Левензонов Кремер Я говорю, почему? Чего-то такое там какие-то коммерческие дела Не знаю Некого теперь спросить Левензон это очень популярная фамилия Очень известная Фамилия моего папы Но вы не знаете, вы не проследили ее там Тоже где-нибудь из Испании Или может быть из Бабилона С Левензонами не понятно В Леви, Леви Почти половина еврейского народа Леви Левит Так что я со всех сторон принадлежу к еврейскому народу Понятно Давайте что-нибудь прочитаем Сашина Мы договорили Сашина Правда? Да, вот Сашиной книги, пожалуйста Давайте я прочту Он оставил Он оставил мне У нас на путстве Много стихов любовных И два из них я прочту сейчас Моление о жене Он выпустил такую книжечку Моление И вот оттуда Мне повезло однажды Слава Богу Я выстрадал Или пришла пора Я сделал точный выбор На дорогу И выиграл в любовь Такая есть игра Молю Господь Моей жене прелестной Чей нежный дар Небесного верней Дай доли и удачи Нам ли вместе А если по отдельности То ей И если сердце биться Перестанет Что тяжба душ Что перевес в борьбе Дай счастье ей Когда меня не станет Пока я здесь Я помогу тебе После этого стихотворения Сложно говорить Очень Такие Банальные вещи Скажем так Вам помогало Вам поэзия вообще Помогает Вот именно Вот этот Контакт с мужем Контакт с семьей Контакт дома Это не волшебная палочка Но это помогает Выжить Пережить Жить Любить Помогать Давать людям То что ты можешь дать Колдовать Это помогает Колдовать Вы прекрасно говорите И поэтому Мы все таки решили Дать телефон Ой я вас люблю Ой спасибо Я не надо Витя Арте Ой Правда Уважаемые зрители Давайте продиктуем телефон Мой здешний Израильский Да Да пожалуйста Дорогие друзья Спасибо вам огромное Да пожалуйста У нас время Нью-Черси Два ноль один Два ноль один Восемь три шесть Семь девять Шесть ноль Я улетаю в четверг Но по этому телефону Можно звонить и потом Там находятся мои Дорогие-дорогие друзья Да Которые сделали Скажите еще И мой израильский А потом я повторю уже Еще раз Спасибо огромное Пожалуйста Мой израильский телефон Из Америки Ноль один один Девять Семь Два Два Пять Восемь Шесть Два Три 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 Я расцениваю Ваше согласие Как любовь К нашей стране К моей стране Особенно вот это Стихотворение Мы не садимся Когда ваш муж Обращается к вам К вам Обращается к вам Это мой муж сделал Да Это все очень Трогательно Уважаемые телезрители Я надеюсь что Если вы даже не успели Этого сделать То сейчас вы взяли ручку Карандаш и бумагу Я снова повторю вам Номер телефона Я расстроил Телефон в Нью-Джерзи Где до четверга Ирина будет еще Жить И потом уже И друзья И дальше могут ответить вам И с удовольствием Свяжут ее С вами Это 201-836-796-6 6-0 6-0 Вот видите 6-0 6-0 Итак 201-836-796-0 И в Израиле 011 это международный код 972 это Израиль 972 Код Израиля А дальше мы начинаем Сам номер 2 5 8 6 2 3 3 3 Спасибо огромное Вы живете в Иерусалиме? В районе Иерусалима В Иерусалим Иерусалим Да Иерусалим Хорошо Давайте поговорим С кем-нибудь Зрителем У нас есть звонки Спасибо Белла Город Бостон Пожалуйста Алло Алло Да Белла Вы с нами Здравствуйте Алло Здравствуйте Здравствуйте Ариночка Здравствуйте Я из Бостона Так Меня совершенно Подписала эта встреча Дело в том Что я жила В Екатеринбурге Вы меня знаете Наверное Я была подругой Евраевой Людмилы Ну неважно Главное Чтобы жили В Екатеринбурге Сужнянская Окей Вы знаете Я просто потрясена Насколько вы Выросли И насколько вы Похожи На свою маму Она после вашего Отъезда Очень и очень Помогала Нашей семье Ой Спасибо Я чрезвычайно Просто не знаю Как я ей благодарна Спасибо Ариночка Спасибо Беллочка Позвоните мне Расскажите мне Об этом Пожалуйста Расскажите мне Расскажите мне Белла И она хочет Очень с вами Познакомиться Я надеюсь Вы записали Номер телефона Потому что Рина Очень бы хотела Услышать Более подробно О том Как ее мама Помогала вам Мама умерла Год назад Я знаю Я знаю Все о вашей маме Я буду вам Очень благодарна Спасибо огромное Наша передача Медленно двигается Я не согласна Конечно Мы сегодня весь день Проведем здесь Я не согласна Пожалуйста Прочитайте нам еще Какое-нибудь стихотворение И мы потихоньку Будем Надеяться на будущее Какое вам нравится На ваш выбор Так Тяжело остановиться Давайте Ну давайте Ну давайте О маме Давайте Не знаю Давайте Вот видите Как раз О маме О маме Давайте О маме Да Пожалуйста Облака проплывают Туманы Непонятной Тревогой Маня Проводи меня К озеру Мама Так как В школу Водила меня Покажи мне Дорогу Такую По которой Не больно Идти Расскажи мне О чем Я тоскую Синим лучиком Мне посвяти Научи меня Этой науке Материнской Тишайшей Любви Как теплы Как легки Твои руки Как нужны Мне заботы Твои Ночь Свивает Из облачной Тени Незаметную Сонную Вязь Где ты Мама Лишь Листик Осенний Вверх Взлетает На звезды Косясь Вы Вы Настолько Трогательно И нежно Говорите О своих Близких О Муже О Маме Точно Так же Как и Ваш Муж Говорит Трогательно О вас Во всем Этом Чувствуется Такая Такая Близость Людей Вот Одной Семьи Людей Которые Как бы Вместе В этой Жизни Были То В общем То О чем Мы всегда Говорим В наших Передачах И наш Сын Дорогой Который Написал Прекрасную Книжку По-английски Понятно Просто только Показать Марк Воловик Хорошо Значит Уважаемые телезрители Послушайте еще раз Номера телефонов По которым Вы можете Связаться С Риной Ливензон В Нью-Джерси Где живут Ее друзья И где она будет До четверга Но после Можете тоже Связаться 201 836 7960 И Телефон Израиля Рина Ливензон 011 Это междугородний 972 Это Израиль И сам телефон Ее дома В Иерусалиме 2 5 8 6 2 3 3 3 Рина Это совершенно Волшебная Передача Я надеюсь Это совершенно Волшебная связь Прекрасно Спасибо Америке Она меня принимает Прекрасно Хорошо И молитесь за Израиль Пожалуйста Спасибо вам Большое спасибо вам И большое спасибо вам Уважаемые телезрители Я надеюсь Что в общем-то Мое самочувствие И легкое покашливание Вам не помешало Почувствовать Главное У нас в гостях Была прекрасная Поэтесса Прекрасный человек И наша передача Это для тех Кто в этой жизни Знает Что он хочет сделать И знает Как это хочет Сделать А с вами был Борис Тенцов Передача Контакт По понедельникам До новых встреч Спасибо огромное Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин